Горожане Горожане читают русских футуристов. Венимир Хлебников. Переворот. Переворот во Владивостоке. Читает Марина Баринова. День без костей. Смена властей. Переворот. Линяют оборотни. Пешие толпы. Конные сотни. В глубинах у ворот, в глубинах подворот не смуглый стоит на русских охотник. Его ружье, листом железным, блестит, как вечером болото. И на губах дыхание ссаки. И песня парней Нагасаки. Здесь боевое служебное место, а за волною морская невеста. У самурая смотрел около жбоем у цусины, как повесть мести, полный гневом, блестел. Идите прочь. Неслась пальба суворовая речь. Речь, прогремевшая в огне, вам. Над городом взошел заморский меч. И он, как месяц, молодой, косой, кривой, сноп, толп, косой, пальбы косимый, он тяжко падал за улицу на свалку. Переворот. Дыхание цусины. Тела увозят на двуколке. И алая, бега, торопится, течет, спешит, рекой, козалеза, железа и железа. Близи летрежных, трава бывалая, и знамя алая, и ты, знамя плачь пророка, тебя забыл, долг, полный высоко. Он променял для новых дел железную щетину. Посидел. Как листьями рогоз покрытые леды, пехоты идут спокойно, молчливо. Как листьями рогоз покрытое болото, как листьями рогоз покрыто, дно залива. На суд очей далекого залива проходит тесная пехота. На столичь меток контролю беглых глаз, и город взят за рядом упорные сотни глаз, и пыль, взметенная снарядом, опять спокойно любилась, и мертвых ищет водолаз. Потом встает в морских растениях, и видит все. Он посидел, и выпал снег на строгом бобрике. С народом морозов, народы морей, боги мороза, на лыжи скорей, походка тверда самурая, праздника битвы уснувшего края. А волны пели звенем, звенем. В припрыжку шашка шла за ним, как воробей скакала по камням мостовой, и пищи искала, кто здесь живой. Вот песнь. Меняйте, смертный беглеца, два жребия пред вами. Кому поссориться случилось, бывало, босая девчонка спешит за мальчишкой в припрыжку, босая тлиня про козыреных лет. А камни звеня, так шашка волочилась в свет. Пускай белила дерзкий снег лица, на скулу выпали ему разрез отей, и темен, и жесток. Пускай сукно зеленого покроя, знакомого войскам земного шара, бросало одеждой военною, служило окраской полевых пространств, шашка нежность разделила снарядной записью книжкой, где паленцы и косинусы, женой вторые, ревнуя, сонясь. Но старый год войны блеснул все из облака. Улица волосокая, взглянув на воздух, ревнувая. Сквозясь в усвоенное стекло, видением ужасным, видением древнего лупка, глаза косые подымая, достоинственным воинам мамая, он проходил высокий горец. В нем просыпались старые ножа сны, и дух войны, смертей чета, и пулеметов строгая, та-та. В бродне истелечьих копыт он сошел со стравного лупка, и червем шелковым шиты голубые одежды его облака. Где мертвые русы, старые улицы бусы, желтые бесы, пушки выстрелом босы, гопак пальбу по небу топал, полы для молний сотрясал широких досок синевы, полы небесной половицы. Смычок ходил, а мугры и нивы, огня сверкала полоса. И сладко ловить, и сладко ловиться, парик глаз чужого бога, шум укрыл, улыбка дань. Там, где темная дорога, в сердце нежность и тревога, быстрые уличные лица, сладко верите, молиться темной улице, молиться бьется шашка его о пол, умный черный глаз, пепел. Море подняло белого выстрела бивень, море подняло черного зарева хобот, о, как косола падает ливень, город пришельцам добыт. Глаз, косой глаз ручей льется, шумит и бежит на смешливую улыбку, и улыбайся, глаз, привешенный седой головою китайца. В ночном лесу военных зарев он стукнул в дверь, рукой ударив. Повторный удар кулака. Это в дверь застучало опять дверь моряка и его боевая рука, ночной шум в облака. И падал град на град, не с голубинное яйцо, как полагается, а величиной в скорлупу умершей птицы рук, охотницы воздушные за слонами. Дедов смутной грозы, может быть, грезы, несущие слонят в своих плапах, слоны исчезли, как зайцы почувают ее приближающийся запах. Они бежали табунами в страну Сибири и березы. Страшнее не видели сов они. С желтым костром глаз очарованный солы слонов. Пришел немного пьяный веселый, горел, желтел, огонь, околыша. И кукла воин за ним, и кто-то шел еще. Что хочет он у русской няни? Стоит и дверь за ручку тянет. Моя игра, играя с тобою мало-мало, в эту пору ждать гостей. Кто он, быть подпоркой, двери нанят? Кто он в полночь? Только стук. Нет ответа, нет вестей. Деревцо вишневое, щебетавшее, да. Вишня в лучах золотого заката, бог войны, а с ним беда. Стукнул в двери твоей хаты, в старом городе никого нет. Город умер из-за чая. Бабочка голубая золотых лучей. Черные сосны в снегуле, черные сосны на манголе, черные птицы на сосны. Это лесец. Белое солнце, белое заряло, черного весица ноша, интервоза. Золотая бабочка присела на гребень высокий. Золотого потопа, золотой волны, это лицо. Брызгами дерева золотая волна золотого потопа сотнями брызг закипела, набежала на крочу, золотой пучина, золотая бабочка тихо присела на ней отдохнуть. На гребень морей золотой, волны закипевшей. Это лицо. Это училось синее море у золотого, как подыматься и падать, и закипать, и рассыпаться золотыми нитями, золотыми брызгами, золотыми кудрями золотого моря. Золотыми брызгами таять на песке морском около раковин моря. Касая бровь все понимала. Моя игра, играя, мало-мало. О, как осое бога войны, старой избы окном покосилось. Спрятанную в бровях лохматых белой мышью смотрела. Он замерз за дверью. Лучше готов. Прыжок на добычу сделать готов. Пела и билась железная шашка. Серебряной билась игрой. За дверью он дышит и замер, и смотрит косыми глазами. Моя тебя не знай, моя тебя видай-видай, моя с тобой играем-мало-мало. Осада стен глухих речами их двое, то и знакомые они ведут беседу речи ломаной. Он знает слабые места на голову тела, на голову воина-пролома. Он знает ямку живота, куда летит удар борца, прямую вилкой жестких пальцев могилу стук без обиняка. Летит наскок наверняка, умеет гнуть быстрей соломы тела чужие. Он малый и тщедушный, ровесник в росте с малышами, своей добычей послушной играет телом великана. Одним нежзнанием тайн силач супругим мячиком ловкач играет телом великана. Умеет бросить на землю мясо, чужой утес костей и мяс, рассыпаться стеклом стакана в пространство за ушами, двумя лишь пальцами уломясь. Его умел ногой безброня, косой удар ребром ладони, ломая кости пополам, чужой костяк бросать на слон, как будто грохнувший утес. Ударом молнии коснувшись кадыка, приходом роковой падучей на землю падать учит его суровая рука. Или, сделав из руки рога, убийце выколоть глаза, его проворно ослепить наскоком дикого быка и радость власти тихо пить. И пальцем тыл согнув богатыря, приказ ума у десятеря, чтоб тело грохнулся обвал и ноги богу целовал, и пальцы хрупкие ломать, согнув за самые концы. Убийцу весть покорнее теленка или бросить на колени ниц чужое мясо, чужой утес, уже трусливый, точно пес, и руку вывернул ему на пол прямых согнувший локоть вести послушнее ребенка. Из-за уши всадив глубоко ногти ухода разума позвать чуму и на устах припадок пены, чтобы молитвою богам земле и мертвые легли к его ногам безумных сил беспомощные члены или чужие наклоня пальцы победу длить и впредь и дальше. В опасные места меж ребер он наносил удар недобер и верный друг удачи нес сквозь борьбу решение итог, как верный ход задачи. Все кроме ловкости ничто. Четыре птиц летевших косые очи поднимались кверху под тонкими бровями, как крылья эти брови, как крылья в часы буря, жестокие и злые, застывшие в полоте. и красным цветом осенью были сложены в пол небрежные красные дров и жестовую чертуру озвучили. А в брови броши были широкие обновления острова. Помнил сколько островов, помнил и странный посол стоял около двери, тихо стуча. Пудреборад Володя Остаке. АПЛОДИСМЕНТЫ